МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня выпуски. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор балхашским террористам. Напомним, прокурор запросил для них от 10 до 14 лет лишения свободы. В Караганде у таксистов забирают золотые номера, без которых их бизнес погибнет. Эту проблему обсудили в Ассоциации предпринимателей. Почетный гражданин, профессор Султан Досмухамбетов всю свою жизнь связал с Карагандинской областью. В областном историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная ученым. 9 декабря посвящено образованию. В Казахстане продолжаются 25 звездных дней, посвященные 25-летию независимости. Во всех школах области среди учащихся выпускных классов провели конкурс «Эрудит» на знания достижений Республики Казахстан за годы независимости. Кроме того, в областном управлении образования провели конкурс на звание «Лучший учитель года». А в Тимиртау организовали форум учителей под названием «Современная система образования. Опыт прошлого, взгляд в будущее». К другим новостям. В деле о предполагаемых террористах из Балхаша поставлена точка. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении 8 предполагаемых салафитов, обвиняемых в подготовке террористических актов на территории региона. Все 8 подсудимых признали вину и раскаялись. Некоторые пожелали заключить с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. Однако прокуратура отказала подсудимым в просьбе. Гособвинитель заявил, смягчения наказания не будет. Прокуратура отказала подсудимым в просьбе заключить с государством процессуальное соглашение о смягчении наказания. Прокурор просил суд определить обвиняемым для отбывания наказания колонию строгого режима. Судья Кайрат Касимов зачитал приговор Баужану Спамбетову и Ирлану Усенову по 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Их двоюродным братьям Думану Усенову и Каиру Усенову по 12 лет лишения свободы. Сила статьи 58, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстана по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания Махмутову окончательно как будет назначить 11 лет лишения свободы с коррекцией имущества, добывающим преступлением путем, зато капитал на связи с добыванием незаконным путем, а также имущество, являясь оружием или следствием совершения уголовного правонарушения, соблюдая наказания исправительной колонии строгого режима. Срок наказания исчисляет 14 июля 2016 года. Мер председания оставить прежнюю под стражей. Подсудимому кенецу Ташмухамедову дали 12 лет с конфискацией имущества и с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Самые минимальные сроки по 10 лет получили Багджан Абдекошев и Нурбол Калышбаев. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, судья постановил взыскать с осужденных процессуальные издержки в размере от 70 до 200 тысяч тенге в доход государства и государственную пошлину. На оглашении приговора присутствовали родственники и супруги. Они намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Из восьми на сегодняшний день осужденных, у двоих недостаточно доказать для такого строго наказания. Это у кого нет? Это у Усенова Каира, моего подзащитного, и Усенова Думана. Поскольку они непосредственно участие в подготовке террористического акта не принимали. По словам адвоката, максимум, за что должны были привлечь Думана и Каира Усеновых, это недонесение о готовящемся террористическом акте. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Они действительно услышали, призыв этот услышали на одном, на берегу Балхаша, где собирались. Призыв они услышали. Но здесь вопрос стоит в том, что максимум они могли отвечать по закону за недонесение о подготовивающемся или призыве к террористическому акту. Напомним, согласно материалам уголовного дела, группировка была создана в апреле 2016 года. На протяжении трех месяцев подозреваемые готовились к терактам, хотели захватить стратегические объекты области. Они создали самодельные взрывчатые вещества и пополняли запасы оружия и боеприпасов. Однако 26 июня их задержали в поселке Гульшат и Балхаше, полицейские и сотрудники ДКМБ. При задержании один из подозреваемых залез на чердак дома и совершил самоподрыв при помощи самодельного взрывного устройства. Правоохранительные органы изъяли у задержанных компоненты к взрывному устройству и огнестрельное оружие. Айя Мамрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Службы такси в Карагандинской области рискуют обанкротиться из-за смены телефонных номеров. С конца ноября текущего года владельцы такси начали получать уведомления от казахселекома с информацией о том, что на сетях телекоммуникации Караганды будут производиться работы по переключению сокращенных номеров. Трехзначные номера будут заменены на новые, пятизначные. Проблему подняли в ассоциации предпринимателей. Кайрат Кеншимбаев владелец одной из карагандинских фирм такси с 1999 года. В последнее время им приходится выживать в бизнесе. В 2004 году предприниматель купил трехзначные телефонные номера, поскольку клиенты предпочитают звонить на короткий номер. В прошлом году, 21 ноября, в канун Нового года, в фирме меняли номера. Половину клиентов служба такси потеряла сразу. А в мае этого года поменяли еще один номер. По словам предпринимателей, если сменят трехзначный номер, они рискуют остаться без клиентов совсем. Это будет последний удар, который похоронит его бизнес. Деятельность такси начинала в мае 1999 года. Тогда мы только первые такси зарождались у нас в городе Караганде. Самый первый такси нашим такси было, ну, наверное, 5-6 такси всего в городе было. Это в мае 1999 года. Ну, на сегодняшний день, конечно, Караганда разрослась. По такси стало очень много у нас в Караганде. Ну, по крайней мере, уже с 1999 года, с 17 лет мы еще держимся, работаем. Как бы то ни было, трудности, какие бы трудности ни были, ну, все равно работаем. Предприниматели платили большие деньги за трехзначные телефонные номера. Директор такси из города Тимиртау покупал один короткий номер почти за 2000 долларов. В его таксопарке около 70 личных автомобилей. На каждом расклеена реклама с номерами телефонов. Чтобы их заменить, потребуется более трех миллионов тенге. Конечно, трехзначный номер для нас это, ну, как коллега сказал, это сильная потеря, потому что мы его приобрели тоже в 2001 году, этот номер, 068. Потом он стал 168. Ну, и тут и клиентская база, и рекламная. У меня клеены все машины, так как мне дать. Номер 168. Теперь мне надо будет все переклеить. Это затрата. Не говоря уже о клиентах. В Караганде более ста служб такси имеют трехзначные номера. Все они рискуют потерять большую клиентскую базу. Несколько лет назад «Казахтелеком» уже менял одни трехзначные номера на другие. В связи с этим многие службы закрылись из-за потери клиентов. Вы сами, наверное, неоднократно сталкивались, не то, что там отменить полностью номер, а когда вам изменяют шестидначный ваш номер, к вам даже ваши же родственники не имеют возможности дозвониться, то есть проблемы начинаются, да? А здесь это является единственным инструментом, можно сказать, в основном которого потребители дозваниваются и заказывают такси. АО «Казахтелеком» сообщает, что номера будут меняться в соответствии с приказом Агентства республиканского государственного учреждения, Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации от 30 сентября 2016 года. Председатель гильдии операторов связи и телерадиовещания попытался разобраться, насколько законно это действие. Действительно в правилах написано, что трехзначные номера, по мере в пункте 31, по мере цифровизации, уполномоченный орган, то есть вот Комитет по связи, переводит выделенные номера доступа к экстренным и справочно-информационным службам трехзначных на пятизначных. Здесь ключевой момент, обратите внимание, нет слова «заказным». При этом мы понимаем, что, скорее всего, кто-то когда-то, может быть, из таксистов и получал свои трехзначные номера, как может быть экстренные или справочные информации, мы этого не знаем, потому что запрашивали документы, и всех этих многолетних документов не осталось. В преддверии Нового года директора такси подготовили буклеты и визитки, где указаны трехзначные номера такси. Также была заказана дорогостоящая реклама с указанием данных номеров. Казахстанская ассоциация предпринимателей в поддержку служб такси подготовила соответствующее обращение и в прокуратуру области, и в департамент агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Ответ планируют получить в течение 10 дней. Номера должны поменять до 24 декабря. Чем закончится эта проблема, пока неизвестно. Лариса Хусейнова, Сламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Собрание сочинений Алихана Букиханова в 15 томах презентовали в Караганде. Презентация проходила в рамках Международной научно-практической конференции «Алихан Букиханов и исторические основы независимого Казахстана». Собрание сочинений Алихана Букихана вышло в свет с помощью финансовой поддержки карагандинского областного акимата. На торжественном мероприятии побывал и глава региона Нурмухамбет Абдебеков. Алихан Букихан поистине выдающаяся политическая личность. Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию, выдающегося деятеля не только в Казахстане, но и в Турции, России и ряде других государств, еще раз подтверждает его исторические заслуги перед казахским народом, сказал Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков на открытии презентации. Благодарю всех гостей за участие в конференции. На наше приглашение откликнулись ученые Турции, Южной Кореи, России, Украины, Кыргызстана. Свои труды также представили отечественные исследователи истории казахского национально-освободительного движения «Алаш». Спасибо всем. «Алаш» и «свобода» – это понятие одного рода. Мы знаем тяжелую участь нашей интеллигенции, через какой тернистый путь прошел наш народ, добиваясь независимости нашему поколению. Автор книги – директор научно-исследовательского института «Алаш» в Евразийском национальном университете имени Гумилева Султанхан Джусип. Работать над сборником он начал в марте 1991 года. В тот момент Султанхан Джусип утвердил тему своей диссертации, которая была посвящена творчеству великого Алихана Букихана. Всего выпущено тысячи экземпляров. Из них 500 остается в шахтерской столице. У нас пока еще есть информация неподтвержденная. Это слова родной дочери Алихана Букихана, Елизаветы Алихангаза, о том, что Алихан Букихан, находясь под домашним арестом в Москве, тайно сотрудничал с французской газетой «Фигаро» в середине 30-х годов. Нам пока еще не удалось ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию. Но сейчас с помощью нашего посольства в Париже мы сейчас ведем поиски следов Алихана Букихана в номерах газеты «Фигаро». «Фигаро» до сих пор остается одним из самых влиятельных изданий современной Франции. После презентации сборника всех гостей пригласили на театрализованную постановку. Карагандинские артисты подготовили представление, где ярко выражена биография великого ученого-публициста. В течение этого года во всех регионах области проводились научно-практические конференции. Культурные мероприятия, посвященные 150-летию Алихана Букихана. На его родной земле в Актугайском районе установлен памятный бюст руководителя движения «Алаш». Планируется также воздвижение памятника в Караганде. Асель Сазамбаева, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском областном краеведческом музее открылась персональная выставка почетного гражданина и профессора Султана Капаровича Досмоганбетова. Выставка приурочена к 25-летию независимости Республики Казахстан и 80-летию области. В открытии экспозиции приняли участие глава региона Нурмухамбет Абдибеков и выдающийся деятель науки, культуры, образования. Профессор Султан Досмоганбетов связал всю свою жизнь с Карагандинской областью. Он начал свою трудовую деятельность преподавателем Карагандинского горного, а затем Политехнического института в 1955 году. С 1963 года по 1982 работал секретарем, вторым секретарем обкома Компартии, председателем Карагандинского область полкома. Именно в эти годы были достигнуты значительные успехи в социально-экономическом развитии региона, введены в строй многочисленные объекты производственного и социального назначения. Я только в последние два года, как находясь здесь, соприкоснулся с этой личностью, общались, работали, хочу сказать, вместе, потому что с первого дня, как приехал сюда, я чувствовал заботу этого человека, заботу как руководителя, как у руководителя. Своими советами он постоянно подсказывал, на какие моменты в данный период времени нужно обратить внимание. В течение 15 лет Султан Капарович возглавлял Карагандинский педагогический институт физического воспитания. Профессор, автор фундаментального труда «Центральный Казахстан. Природа и природные ресурсы, события и люди, реформы и развития», в котором значительное место отведено периоду работы президента страны Нурсултана Назарбаева в Карагандинской области. Кроме того, им написано более 200 научных работ по экономике, педагогике, праву. На выставке представлены фотоматериалы, правительственные награды, почетные дипломы и грамоты, свидетельства и книги. На протяжении 36 лет Султан Досмагомбетов избирался депутатом Карагандинского областного совета народных депутатов и областного маслихата, более 20 лет депутатом Верховного совета Казахской ССР. Являлся секретарем Карагандинского областного маслихата. Его заслуги перед страной отмечены орденами Курмет, Ленина, Трудового красного знамени, знаком почета, медалями, знаком шахтерской славы трех степеней. Айямамлина Жахсалак Нуртай Андрей Тимофеев, первый карагандинский. В Караганду приехала народная артистка Советского Союза и Республики Казахстан, казахская оперная певица Бибигуль Тулегенова. Встреча народной артистки с жителями шахтерской столицы состоялась в кинотеатре Саржайлау в рамках 25 звездных дней. О том, как прошла встреча, расскажет Лариса Хусайнова. Бибигуль Тулегенова выросла в семье, где часто звучала музыка. Отец любил играть на скрипке, а мама хорошо пела. На юную певицу обратила внимание писательница Галина Серебрякова, которая находилась с ними по-латински в ссылке. Она взяла на Тулегенову опеку и дала ей первые уроки музыки. По настоянию Серебряковой Бибигуль поступила на вокально-хоровой факультет Казахстанской консерватории в Алмате, которую окончила в 1954 году. Во время учебы в 1951 году работала солисткой на казахстанском радио, где исполняла популярные народные и эстрадные песни. В Караганду Бибигуль Тулегенова приехала на встречу к своим бывшим ученикам, которые сегодня уже известны во всем Казахстане. 25 лет, можно сказать, и не такой большой срок, но тем не менее за эти 25 лет мы достигли очень многого. Мне по специфике своей профессии часто приходится приезжать в другие, ездить в другие регионы, в другие наши ближние зарубежные республики. Вы знаете, вот посмотрев, я считаю, что мы очень счастливая республика, потому что у нас такой сильный президент, который так поднял наше государство. Ни в одном государстве я такого достижения пока еще не видела. Все только-только начинают оглядываться и подниматься, а мы уже стоим крепко на ногах. И уже кто такой казахский, что за республика казахстан, весь мир знает. Один из учеников Тулегеновой – Булат Кусаинов. На встречу Булат приехал с песней и исполнил ее для своего учителя. На встречу пришли и жители нашего города. Артистам дарили цветы и бурные аплодисменты. Булат Кусаинов поблагодарил Бибегульту Тулегенову за то, что несмотря на такую нелетную погоду, она все-таки прилетела и встретилась со своими учениками. В Карагандинском областном суде наградили граждан за активное пользование сервисом судебный кабинет. В числе награжденных – представители частных предприятий и государственных организаций, а также физические лица. Победителям вручили благодарственные письма и подарки. Это по Карагандинской области вообще впервые проводится. Мы выбрали это именно в портале у нас в сервисе судебный кабинет. Есть перечень, кто у нас зарегистрировался в сервисе судебный кабинет. И по этой регистрации, кто сколько подавал исковых заявлений, сколько вообще заявлений подавала власть. Мы от этих выбрали. То есть по статистике? По статистике выбрали победителей этой сегодняшней встречи. Во исполнение плана нации «100 конкретных шагов» в Верховном суде внедряются новые технологии, в том числе аудио- и видеофиксация, а также электронные документации. В связи с этим Карагандинским областным судом был проведен конкурс по подаче исковых заявлений через электронный сервис судебный кабинет. В числе награжденных – представители частных предприятий и государственных организаций, а также физические лица. Вообще об этом не знала. Позвонили, сказали, что оказывается какой-то конкурс проводился среди пользователей судебного кабинета. Я одна из победителей как активная пользователь. Я вообще всегда стараюсь использовать более современные вещи, технологии. Поэтому, естественно, когда появился судебный кабинет, я стала им пользоваться. Кроме судебного кабинета, также ЕГОВ, вот это электронное правительство, постоянно использую его. Судебный кабинет налогоплательщика, то есть по налогам, там еще что-то. А в чем именно преимущество судебного кабинета? Судебный кабинет в том, что не надо стоять в очередях. Можно в любое время, хоть в выходной день, хоть там позднее время, в раннее время, когда удобно, не отходя от своего компьютера, спокойно отправить. Исковое заявление, любое заявление, любое ходатайство. То есть любой документ, любое обращение в суд, в любой суд Казахстана, в любом городе, можно с легкостью направить все, что ты хочешь, любой документ. Информационный сервис судебный кабинет является единым окном доступа к онлайн-сервисам и услугам судебных органов. Активные пользователи – это те, кто направили большое количество исковых заявлений посредством данного электронного сервиса. Награждали победителей памятными подарками и благодарственными письмами от имени руководителя администрации судов. Асель Сазамбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В честь 25-летия независимости Республики Казахстан в стенах областной юношеской библиотеки имени Жаика Бектурова состоялось необычное мероприятие. Участники трех команд соревновались в командной игре под названием «Экзамен номер 25». Конечно, это мероприятие очень, думаю, современное, поскольку аббревиатура IQ или же тесты IQ – всем это знакомы. То, что коэффициент этот можно измерить, мы это тоже знаем. И каким образом всевозможные формы, методы есть. И, конечно же, наши участники должны будут в ходе игры, в ходе этого состязания показать свои возможности. Соревнования проходили под эгидой информационного ресурсного центра «Достык», где недавно создали мастерскую под названием IQ-воркшоп. Подобные мероприятия помогают ученикам сформировать логический склад ума и свою точку зрения, говорят организаторы. Участникам состязания предстояло решать логические задачи и отвечать на нелегкие вопросы викторины. Принимали участие школьники из Назарбаев интеллектуальной школы, гимназии номер 92 и школы имени Нурмакова. Каждого участника наградили благодарственным письмом. А сердце Замбаева и сломбекоспан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Салвокстер. Аман Салвокстер.